Также Кирилл Буданов говорил о том, что уже в августе и Украина, и мир увидят первые успехи украинского войска, такие более решительные, но это связывается, очевидно, с поставками и западного оружия, и в целом, я думаю, с какими-то более глобальными решениями. А на протяжении следующего года, или в следующем году, так будет правильнее сказать, война завершится победой, очевидно, Украины и выходом на границы 1991 года. Давайте, наверное, эту информацию попытаемся проанализировать, потому что вы, как разведчики, я думаю, имеете что сказать по этому поводу. Я хочу сказать, что да, общий сценарий может быть этот, но они могут быть разноплановые. Вот практика показывает, именно все, так сказать, прогнозы, они являются стопроцентами. Это как бы сценарий, такой, знаете, системный план, поставка вооружения, техники, да, она слабо пока шла, но сейчас идет очень активно, после третьей раштанской встречи, после саммита НАТО, после эффективных переговоров на уровне уже и лидеров государств, и министров обороны, отработки графиков, и, конечно, уже техника, и особенно вооружение, не десятками, а уже по многим направлениям предполагается сотня. Например, САУ и комплексы очень мощные, галличные, 600 примерно может быть, это уже мощно, это не 140, как раньше рассказывали. Если мы говорим противоракетные средства или ракетные средства, это уже за 60-70. Если это Хаймерс, это очень мощно, это может уничтожать целые дивизионы градов, ураганов, смерчей, то, что сегодня крошит наши города, уничтожает Северно-Дневск, Луганск, сейчас Донбасс будут и тому подобное, эти ракетные системы. Мы их можем уничтожать полностью. Но это показывает, что на протяжении июля уже практически основная часть поступает. Август — это уже вторая очень мощная составляющая поступления как раз первого, ракетных средств противоавиационных систем, очень мощных ПВО, мы говорим, габицы очень сильные, очень такие самоконные форматы, и немецкие, которые, обещают, уже поступают, и британские, и французские уже, и американские, и даже чехи по-новому еще в новую партию, и поляки в новую партию, то есть австралийцы еще одну партию. То есть все это поступает, но на протяжении июня поступило час, сейчас июль уже активно идет, и примерно к августа это будет основная часть поставлена Украину. И что важно, еще две позиции важнейшие — то, что идет обучение несколько тысяч наших военнослужащих на этой технике, вооружении, и самое главное — ракетных комплексов, которые очень, так сказать, сложные, но их можно освоить за 2-3-4 недели, разные. Поэтому готовность будет и нашего боевого состава. И вторая составляющая — это, конечно, подготовка специализированного резерва. В России там 2 недели готовят и бросают бой уже сейчас этих наемников, которые не готовы к войне, а сейчас у нас это 4 недели было. Сейчас еще даже до 2 месяцев уже подготовка пришла очень мощных форматов различных. Строековых, например, в средней, танковых в средней, артиллерий, и тут, и за рубежом. Это спецназы, которые могут сейчас действовать для проведения и очень мощных наступательных операций, и отражения противника, диверсионных операций в тылу. Вот это может быть, извините, сохранить войну. Это июль-август. Вот то, что говорит Буданов. То есть, в целом, не расшифровывая именно наши планы конкретные, мы показываем, что ситуация может поменяться в принципе. Россия не готова к таким действиям. Ни в технологическом плане, это 5-6 поколение, ракетные возможности и техника, ни в формате ведения войны и копировки солдаток. Субтитры создавал DimaTorzok